Дорогие гости, добрый вечер. Мы рады приветствовать вас на образовательном цикле в рамках выставки под названием «Салоны Дидро. Выставки современного искусства в Париже 18 века». Сегодня заведующая лабораторией историко-культурных исследований Школы актуальных гуманитарных исследований РЕНХИКС кандидат наук Калифорнийского университета Мария Никлюдова прочтет лекцию под названием «Привидение на сцене или театральный парадокс Дидро». В конце лекции у нас будет сессия вопросов-ответов. Если у вас будут вопросы к лектору, мы попросим вас поднять руки. Я или мои коллеги поднесем вам микрофоны для того, чтобы все участники лекции смогли услышать ваш вопрос. Большое спасибо и приятного прослушивания. Здравствуйте. Нормально ли слышно? Потому что я слышу только эхо. Я буду говорить сегодня о том, как взаимодействует в 18 веке и, в частности, у Дидро представление о живописи и представление о театре. Вообще, в 18 веке театр и живопись, они воспринимаются не то чтобы как одно и то же, но как вещи, чрезвычайно похожие друг на друга. Отчасти это теоретический взгляд, потому что для теоретиков главный способ описать то, что происходит на картине, это рассказать сюжет. А когда вы рассказываете сюжет, то вы, естественно, начинаете как бы представлять это в виде пьесы. Это техника рассказа о картине. Когда вы смотрите выставку о салонах Дидро, вы видите, что она присутствует. Дидро ею иногда тоже пользуется. С другой стороны, театр призван и как бы часто описывается как серия картин. Отчасти это связано с тем, что театр в 18 веке – это не тот театр, к которому мы с вами привыкли. Театр, который очень активен, в котором очень много действия. В 18 веке актер выходит на сцену, становится в позу и начинает говорить. И говорит долго и неподвижно. Поэтому действительно театр, как бы вот это вот сравнение театра и картины, оно на самом деле не притянуто за уши. У Дидро была большая история взаимодействия не только с живописью, но и с театром. Вообще, мы опять-таки на этой выставке, мы его видим как одного из людей, который изобрел художественную критику. И если вы ходили на предыдущие лекции, вы знаете, что это действительно так. Но, кроме всего прочего, Дидро был тот человек, который придумал и театральную критику во многом, и который написал один из главных теоретических трудов о том, каким образом, что такое актерская игра. Что, опять-таки, для 18 века было чрезвычайно новой вещью. Вот я начну с салонов и буду постепенно двигаться к этому последнему тексту, позднему тексту, который называется «Парадокс об актере». И на этом маршруте от первого салона к «Парадокс об актере» я буду говорить о том, каким образом меняется и уточняется у Дидро представление о живописном и театральном образе. Ну, естественно, я буду делать это на конкретном примере. И начнем мы вот с такой картины. Нормально ее видно, слава богу. Это картина художника, которую вы можете видеть, опять-таки, на выставке. Это Карл Ван Ло. И картина была представлена на салоне 1759 года. Картина изображает, ну, как бы последнюю сцену из истории Медея и Ясона. Медея, как вы помните, Ясон изменяет Медея, хочет жениться на другой, и тогда она из мести убивает их общих детей и улетает на колеснице прочь, потому что она волшебница, ну, как бы сказать, такой человек, которому подвластны магические силы. Вот такая картина была выставлена в 1759 году. Что о ней написал Дидро? А в 1759 году он впервые пишет обзор салона, то есть для него это дебют. Как вы, опять-таки, знаете, если вы были на выставке, Дидро в выражениях не стеснялся. Наконец-то мы увидели это прославленное полотно Ясон и Медея. Увы, мой друг, как же оно ужасно! Это театральная декорация во всей ее фальше, нестерпимое богатство красок и непередаваемый идиот Ясон. Этот кретин обнажает меч против кудесницы, которая уже взлетела в воздух и находится в недосягаемости, меж тем, как у его ног лежат тела зарезанных ею детей. Тут следовало было в отчаянии воздействовать руки к небу, а голова должна быть запрокинута назад, волосы стоять дыбом, а из открытого рта вырываться нескончаемый вопль, взгляд блуждать. Заметьте, что Дидро критикует сразу и композицию, которая ему кажется нелогичной, и изображение эмоций. Жест Ясона, хватающегося за меч, как вы видите, в попытке отомстить за гибель детей, кажется ему неестественным. Вместо этого герой должен был бы в отчаянии, впасть в отчаяние, которое, заметим, описывается совершенно конвенционально. Руки в небо, голову назад, волосы дыбом, ну и так далее. Любопытно, что это не просто такое банальное представление о том, как должно выглядеть отчаяние. Оно абсолютно совпадает с тем, как за сто лет до того другой замечательный художник, Шарль Лебрен, создавший азбуку эмоций, у него была идея сделать, как бы обозначить, сделать такой вот базовый алфавит эмоций, каким образом должны разные эмоции быть выражены. Вот, да, и в частности, в этом собрании эмоций у него было отчаяние. Посмотрите, это практически то, что хочет видеть Дидро. То есть он не то, чтобы хочет видеть какое-то истинное отчаяние, он хочет видеть вот такое тоже конвенциональное абсолютно отчаяние. Продолжаю цитату. На этом описание не заканчивается. А посмотрите на эту мелкую Медею, низкая, в напряженной неловкой позе, перегруженная тканями, Медея с подмостков, ни капли крови не стекает со стрия кинжала ей на руки. Ни тени смятения, ни тени ужаса. Наш взгляд ослеплен, но остается холодным. Ткани, которые соприкасаются с телом, обладают матовостью и блеском керасы, как будто это медные пластины. На переднем плане прекрасная фигура ребенка, лежащего на окровальных ступенях, но она не производит нужного эффекта. Этот художник не способен ни думать, ни чувствовать. Колесница невероятно тяжела. Если бы эта картина была гобеленом, то красильщику следовало бы назначить пенсион. То есть с красками все в порядке, со всем остальным все абсолютно ужасно. Почему я начала свой рассказ именно с этой картины? Здесь есть несколько секретов с ней связанных. Во-первых, как мы слышали, Дидро говорит о ней, как он говорит, ну наконец-то мы ее увидели. Дело в том, что эта картина была очень ожидаемая. Это такая была ожидаемая премьера, потому что ее первоначальные наброски уже были выставлены за два года до этого. Как вы видите, композиция уже примерно сложилась у Ван Ло. Но она немножко по-другому развернута. И мы видим Ясона только со спины. У него немного другой жест. Но основные базовые вещи есть. Есть Медея на колеснице. Есть драконы, которых вы здесь можете лучше видеть на той картине, они очень темные. Есть трупы младенцев. Тут они не очень красивые, но их не очень видно. Есть меч в руках у Ясона, но интересным образом нету ножа в руках у Медеи. У нее в руке что-то похожее на то ли жезл, ну в общем палка. Ощущение, что она погоняет драконов этой палкой. Не знаю, что это такое, боюсь строить какие-то предположения. Это 1957 год. Потом был второй вариант, который похож и не похож. То есть вы видите, что Ван Ло продолжает работать с этой композицией. Она его бесконечно занимает. Но здесь он делает довольно решительную вещь. Он ставит Медею и Ясона на один уровень. Он убирает вот это вот. При том, что она все равно улетает на драконах. И все равно есть дети. И тут появляется нож, но он лежит, кинжал, но он лежит у ног Ясона. Уточняется поза Ясона, которая потом во многом и останется такой. И вот этот указательный жест, говорящий жест, когда Медея показывает на трупы детей. То есть действительно чрезвычайно ожидаемое. Более того, мы знаем, что когда был сделан окончательный вариант, то эту картину, и исследователи говорят, что раздражение Дедроу по поводу этого картины было еще связано отчасти с этим. Когда Ван Ло дописал картину, ее затребовал король в Версаль. Потому что Людовик XV хотел ее посмотреть. Ну, как бы не идти же ему в салон в Лувр. Ну, как-то это не по-королевски. Поэтому картину привезли к нему. И он некоторое время ее созерцал. Поэтому Дедроу пришлось второй раз пойти в салон для того, чтобы описать эту картину. И некоторые исследователи предполагают, что его раздражение, ну, наконец-то мы ее увидали, связанное с тем, что, ну, в общем, ну, наконец-то ее привезли обратно из Лувра. Людовик XV. Людовику XV картина очень понравилась. Ну, я сейчас об этом еще немножко скажу. Что интересно, да, то, что, как мы видели на этой картине, я к ней еще вернусь, да, там появляется в руках у Мидеи кинжал. Заостряю ваше внимание на этом, потому что сейчас это будет важно. Но в чем, в чем, собственно, загадка? Загадка состоит в том, что для нас совершенно не очевидно, а для зрителей той эпохи, которые приходили на салон, было стопроцентно ясно. Дело в том, что это не просто изображение сюжета Мидеи и Ясона. Это портрет знаменитейшей актрисы Ипполиты Клэрон в образе Мидеи. И, собственно, эта картина рисовалась именно как портретная картина. Загадка состоит в том, почему Дидро об этом не упоминает. Он прекрасно знал Ипполиту Клэрон, они дружили. Он знал Ван Ло. Он, ну, я не знаю, в Париже не было человека, который не знал бы, что это портрет Ипполиты Клэрон. Он похож, этот портрет, да, это все пишут, что сходство было большое. Он этот момент абсолютно исключает. То есть он пишет о картине, что она, это дурная театральщина, и при этом не говорит о том, что эта картина представляет актрису в роли. То есть это и есть изображение, ну, нереального представления, конечно, потому что это не фотография, но некоторого впечатления от того, как художник, да, видит актрису и видит то, что происходит на сцене. По свидетельству одного анонимного автора, полотно господина Ван Ло, на котором мадемуазель Клэрон изображена в образе Медеи, пользовалось огромной известностью еще до того, как было завершено. Как только его мастерская была открыта для посетителей, весь Париж толпой явился восхищаться этим шедевром, в котором оказались соединены верность портрета со смелостью и вольностью исторической живописи. То есть, как бы, здесь еще двойное удовольствие. Не только исторический сюжет, но и портретное сходство. И, как вы видите, Париж был готов восхищаться еще до того, как картина была до конца написана. Людовик XV настолько был впечатлен, что вызвался оплатить раму для этой картины. Это звучит, как бы, довольно невинно, но на самом деле эта рама была дороже, чем картина, потому что ее заказали очень известному скульптору того времени Рене Мишелю Слотцу. И эта рама вызывала отдельное восхищение. А почему, собственно, Людовик решил заказать эту раму? Потому что портрет был, ну, собственно, вот этот госпожа Мадемуазель Клэрон в роли, в образе Медеи. Вся эта картина, она предназначалась самой Мадемуазель Клэрон. То есть это был подарок ей от Екатерины Дмитриевны Голицыной, которая, будучи в Париже и восхищаясь актрисой и дружа с ней отчасти, ну, насколько знатная дама могла дружить с актрисой, но покровительствуя ей, она специально заказала в Анло этот портрет, а Людовик добавил к нему рамку. И Полита Клэрон уже в старости, когда писала свои мемуары в годы революции, всем равно она не могла, вот, ну, понятно, что революционные годы, вроде бы об этом писать не надо, но все равно она пишет, что вот, да, меня обрамил король, да, вот эту рамку для моего портрета сделал король. Опять-таки, это было очень важно для нее не только в финансовом или там в отношении славы, ей хватало в тот момент и того, и другого, а как социальное признание, потому что мадемуазель Клэрон, помимо ее замечательных талантов, была еще среди тех актеров, который, говоря современным языком, боролся за права актеров, потому что актеры в то время, они поражены в правах, да, они отлучены от церкви, они не имеют гражданских прав, ну, и так далее, и так далее. И как раз борьба вот за гражданские, отчасти, права актеров, мадемуазель Клэрон в ней активно участвовала, и когда король заказывает рамку к ее портрету, это, конечно, очень важно для всего театра, да, потому что это показывает, какое отношение, какое отношение, да, как меняется отношение к актерскому мастерству, к актерской профессии. Если мы с вами посмотрим на вот этот вариант 59-го года и сравним с набросками, мы увидим, что Ван Ло вполне осознанно, да, усиливает признаки театральности. Ой, извините, пошла не в ту сторону. Сейчас. Вот, да, изображение мадемуазель Клэрон. Вот ее портрет чуть более позднего времени, набросок. Как вы видите, действительно, сходство очень большое. И вот несколько зарисовок, которые сохранились от того времени, середины XVIII века. Ее в ролях, мы не знаем, в каких ролях, но вы увидите, что кинжал в руке появляется совсем не случайно. Это изображение ее в одной из ролей и трагических ролей. И обратите внимание на то, как она держит кинжал. Вот это ровным счетом тот жест, который Ван Ло добавляет к своему портрету. Это, то, что критикует Дедро, это не реалистический жест. Это театральный жест. Это жест, показывающий намерение героини, характер героини и так далее. Еще одно изображение в другой какой-то роли, но, как вы видите, тоже с кинжалом и тоже держащим. Она держит его в одной, как бы одинаково. Это такой абсолютно театральный жест. Что еще театрального? Платье. Потому что, если вы обратили внимание, на более ранних набросках Медея в такой хламиде белой, условной. То есть это может быть и античный, и средневековый, и все что угодно. На картине 1959 года у нее платье уже вполне современное, такое типа панье, с большой широкой юбкой, с декольте, с украшением. То есть это больше соответствует тому, как мадемуазель Клерон играла на сцене. Играли в то время. Исторические костюмы уже начинают использовать, но не очень. Больше мужские роли приобретают некоторую историческую окраску. Отучить актрис от того, чтобы появляться на сцене в пышных платьях, было достаточно тяжело. На это ушло время. Она играет в своих платьях. с панье и со всеми другими украшениями. И, значит, кинжал, платье. И, наконец, третье обстоятельство, что ясон на картине – это тоже не просто условный ясон. Это тоже портрет. И это портрет другого знаменитого актера, Ликена. Причем, как вы видите, сходство очень заметное и абсолютно тоже легко опознаваемое. И для современников абсолютно не было никакого сомнения в том, что это Ликен. Другое дело, что о нем обычно не упоминают. Современники пишут портрет мадемуазель Клерон. А Ликене уманчивают отчасти, потому что у мадемуазель Клерон были очень плохие отношения с Ликеном. У них было такое соперничество и отчасти вражда. Так вот, да, то есть еще одно указание на то, что это театральная сцена. И, наконец, последнее, что я хочу вам показать по поводу этой картины. Вы видите, ну, здесь не очень хорошо видно вот этот самый колесницын, у которой едет Медея. Но дело в том, что госпожа Клерон, то ли госпожа Клерон, да, то ли в Анло все-таки, как бы сказать, до него дошли критические замечания, и он решил переделать картину. И в следующем году, в 60-м году, он делает второй вариант этой же картины. И как раз, если вы будете смотреть в интернете, вы чаще увидите его. Возможно, здесь было влияние госпожи Клерон, потому что говорят, что она была недовольна выражением лица, которое у нее было на предыдущей картине, и она потребовала, чтобы его изменили. И здесь оно действительно другое. И что меня отчасти убеждает в том, что возможность, что эта инициатива исходила от нее, это то, что, смотрите, здесь Ликен развернут спиной. Его можно узнать по носу картошкой. Он действительно был не больно красив, это известно было. Но его портрета нет. То есть это действительно только портрет великой Клерон. Но вот здесь видно лучше колесницу, на которой она летит. Так это вполне традиционная колесница. Вот посмотрите, это эскиз к опере Люли Тесей. Постановки 1707 года, то есть это за полвека до того, как был нарисован, были сделаны первые эскизы к этому портрету. И, как вы видите, Медея была положена появляться вот ровным счетом на такой колеснице, запряженной драгонами. И, скорее всего, в театре просто существовал эта бутафорская колесница, которую во время оперы подвешивали, поднимали, опускали. Ну и так далее. Вообще машины театральные были хорошо развиты. То есть я надеюсь, что я вас убедила в том, что Ван Ло абсолютно, он начинает с довольно условного эскиза, он разрабатывает композицию, а потом, когда он начинает работать над портретным сходством, он начинает добавлять вот эту театральность. Изначально театральности было меньше. Опять-таки возвращаемся к Дидро. Почему Дидро не хочет этого видеть? Очень велик шанс, что он видел и предыдущие варианты, и этот вариант, и все остальное. Он дружил с художниками, он был вхож в мастерские, он дружил с мадемуазель Клерон. То есть он был в курсе всего этого. Почему он делает вид, что это просто картина, что здесь нет театра? Ну, на это есть довольно простой ответ, но, как бывает, простые ответы, они не всегда точно передают суть происходящего. Один простой ответ, то, что для Дидро, Дидро считал, особенно в этот период, что и театр, и живопись, они должны быть естественны. То есть идеалом была естественность, но эта естественность не натурализм, не то, что должны быть часы с кукушной на сцене, или что-нибудь вроде этого, а естественность страстей. То есть передача эмоций, она должна быть ровно чертом такой, какую мы видим в жизни. И в этом смысле нет разницы между театром и между живописью. И то, и другое должно передавать реальность эмоций. И поэтому, в общем, какая разница, Медея это или мадемуазель Клерон в роли Медеи. Все равно эмоции не та. Это не то. Но есть и два дополнительных обстоятельства, которые усложняют это простое объяснение. Вещь номер один. Дело в том, что Дидро не любил портреты. Не только свои портреты, к которым относился сложно. Это понятно, мы это понимаем, да, по фотографиям мы тоже не слишком любим все свои фотографии. Он, у него было очень много портретов, он большую часть их не любил. Но он вообще негативно относился к портретному искусству. В Салоне 1767 года он пишет, портретист всего лишь рабски копирует природу, такой, какая она есть. В то время как истинный живописец изображает нечто идеальное, первообраз. То есть картина Ван Ло, портретная часть, которой восхищались современники, его как раз не устраивала. Потому что Медея не должна иметь лица госпожи Клерон, да, она должна быть идеальным типом. Она должна передавать что-то другое. Она не должна быть похожа на актрису. И более того, актриса, которая играет Медею, не должна быть похожа на саму себя. Потому что и в театре он считал, что актер ни в коем случае не должен изображать, играть самого себя. Он не должен исходить из самого себя. Он должен изображать нечто другое. Очень показательно, что в салоне 1967 года, вот когда он пишет о том, что истинный живописец, он изображает какие-то первообразы, архетипы мы бы сейчас сказали, наверное, он ссылается не на живописца, а он ссылается на другого актера. На сей раз английского, тоже очень знаменитого и тоже очень любимого публикой того времени, в том числе и французской. Это Дэвид Гаррик. Дэвид Гаррик, который является персонажем в нескольких теоретических работах Дедро, и на которого он ссылается. Вот в частности, в салоне 1967 года он пишет. Знаменитый Гаррик говаривал Шевалье де Шатлю. Сколько бы чувствительным не создала вас природа, если вы в вашей игре будете следовать лишь самому себе или наисовершеннейшей реальной природе, которая известна вам, вы окажетесь лишь посредственным. Почему посредственным? Потому что для вас, для меня, для зрителя существует некий возможный идеальный человек, который в данном положении был бы охвачен совершенно иными чувствами, нежели вы. И вот это воображаемое существо вы должны взять за образец. Чем полнее вы его постигнете, тем величественнее, редкостнее, великолепнее, возвышеннее будете вы. Следовательно, вы никогда не бываете собой. Я всячески остерегаюсь этого. Ни собой, ни вами, Шевалье, ни кем-нибудь иным известно мне. Когда я надрываю себе внутренности и спускаю нечеловеческие крики, это не мои внутренности и не мои крики, это внутренности и это крики другого существа, которого я постиг и которого в природе не существует. Замечу в скобках, что это не имеет никакого отношения к реальным взглядам Дэвида Гаррика на театральное искусство. Он считал ровным счетом противоположное, и мы это знаем по его реальным записям и тому, что он говорил. Это фантастический Гаррик, это просто некоторая идея, которую он воплощает в глазах Дидро. Так вот, Дэвид Гаррик, почему он для Дидро становится очень важным персонажем? Помимо всего прочего, и в отличие от французских актеров, Дэвид Гаррик, как это часто свойственно английским актерам, он актер универсальный. Он одинаково хорошо играет и в трагедии. Вот здесь вы видите две сцены из двух разных трагедий. Там, по-моему, это, сейчас не помню, спасенная Венеция или наоборот погибшая Венеция. Я не помню, что там с Венецией произошло. Драма, трагедия XVIII века. А это, поверите или нет, это Магбет. Леди Магбет и, собственно, Магбет, которого играет Гаррик. Но, опять-таки, костюмы не... Они играют в современной одежде. Но Гаррик одновременно с этим очень часто и успешно играл комедию. То есть он был еще и, что называется, характерным актером, которого не всегда можно даже узнать, потому что там он в середине, это понятно, а вот здесь он с краю. И это совершенно другой персонаж по сравнению с тем, каким он предстает в трагедии. И вот эта способность, гуттаперчивость некоторая такая, подвижность, способность абсолютно менять себя, быть неузнаваемым, для Дидро именно это качество является качеством истинного актера, который из себя лепит персонажа, который создает образ теми, естественно, подручными средствами, которые у него есть. А какие подручные средства у него есть у актера? Это собственное тело. И то, каким образом можно его показывать. Вот эта вот возможность, о которой пишет Дидро, и необходимость быть кем-то другим, быть не самим собой, когда ты играешь роль, она с точки зрения Дидро уберегает актера от безумия. Потому что если бы актер действительно воплощался в роль, если бы он идентифицировался со своим персонажем, то он бы сошел с ума. Потому что невозможно это делать каждый вечер. Как бы это психологически, у этого слишком высокая цена. И, соответственно, следующее логическое рассуждение, то, что на самом деле актер все-таки не переживает то, что он играет, а он имитирует переживания. Гарик появляется еще один раз в другом тексте, до которого мы постепенно доходим, собственно, парадокс об актере, где Дидро делает замечательную зарисовку того, как играет Гарик. Гарик просовывает голову между двумя половинками дверей, и на протяжении четырех или пяти секунд его лицо последовательно переходит от безумной радости к радости тихой, от этой радости к спокойствию, от спокойствия к изумлению, от изумления к удивлению, от удивления к печали, от печали к унынию, от уныния к отчаянию и с той же скоростью в обратном порядке. В силах ли его душа последовательно ощущать все эти страсти и вместе с лицом проходить по всей их гамме? Не думаю. Иными словами, актер в роли не может и не должен быть портретом самого себя. Как в случае живописца его искусство зависит от техники показа, от техники презентации, от того, как его видит зритель и того, как он существует на сцене. Эта техника показа по необходимости имеет внешний характер, потому что, когда мы смотрим на актера, мы отмечаем его внешность, мы не знаем, что у него происходит в душе, только то, что он показывает нам. То есть, и это усиливается тем, что представление театральное не единичное. Актер должен делать это каждый вечер. Мы приходим, смотрим на него, уходим, и на следующий день приходит кто-то другой. Вот когда Дидро доходит до этого, как бы сказать, момента в своем понимании театрального искусства, он волей-неволей оказывается участником большого спора о том, все-таки, что такое театральная игра и каким образом актер выстраивает образ. Что, собственно, почему мы смотрим на актера и что мы испытываем, когда мы смотрим на актера? Почему вот то, что актер делает на сцене, является искусством, а не чем-то другим? Вот это момент, который очень занимает Дидро и его современников, и в этом они, в общем, осваивают новую территорию. Потому что в 17 веке, когда пишут о театре во Франции, то пишут исключительно о драматургии. Мы знаем имена актеров, но у нас нет описания их игры. В 18 веке во многом, мне кажется, и благодаря живописи, развитию того, что мы видели, появляется интерес к тому, а все-таки, как это происходит, что делает актер. И здесь есть два, две точки зрения. Одна точка зрения традиционная, наиболее широко распространенная. Согласно ей, актерская игра построена на механизме заражения, контаминации. То есть актер, когда он играет роль, он заражается теми страстями, которые описал драматург, и они становятся его страстями, и поэтому, когда мы смотрим на него, играющего на сцене, мы тоже заражаемся этими страстями, и это приносит нам удовольствие. То есть, когда герои или героиня рыдают, нам грустно, когда герои или героини влюбляются, мы тоже начинаем влюбляться в этих персонажей. Это идея, восходящая, страшно сказать, к отцам церкви, которые на этом основании, начиная с Тертулиана осуждали театр. Они говорили, и это одна из таких больших этических и эстетических проблем 17-го, еще 18-го века, они говорили, что нет хорошего театра, неважно, что показывается на сцене, можете показывать добродетель сколько угодно, сам театр в своем принципе порочен, потому что он запускает вот этот вот механизм контоминации, и этот механизм, его нельзя контролировать. Если нам показывают любовь, мы начинаем испытывать любовь, а это может быть не всегда хорошо, а что делать, если мы уже состоим в браке, и глядя на сцену, мы понимаем, что это что-то не то, ну и так далее, и так далее, то есть запускается механизм желания того, что у тебя нету. В 18-м веке эту логику ее обращают как бы в пользу театра. Говорят, ну посмотрите, вот да, мы смотрим на сцену, мы проникаемся благородными эмоциями, мы смотрим, да, мы, ну как бы это исправляет нас, да, театр это школа, ну и так далее, и так далее. С одной стороны, с другой стороны, вот эту идею того, что актер проникается страстями, а потом ими проникается зритель, очень поддерживают актеры и люди театра. У них есть свой резон, потому что это приравнивает актера к зрителю, то есть делает их социально одинаковыми, то есть актер и, да, те дворяне и буржуазии, которые сидят в зале, они как бы, да, они люди, ну вот, да, мы видим, что они испытывают одни и те же эмоции, соответственно, они люди одинаковые, да, и для актеров это важно, потому что это поднимает их социальный престиж. Но существует и вторая точка зрения, более, как бы сказать, пессимистическая в каком-то смысле, что игра является имитацией, причем абсолютно сознательной и рассудочной. В 1750 году, то есть немножко до того, как начались те события, о которых я рассказываю, актер итальянской комедии Франсуа Рикабани выпустил книжечку небольшую, которая называлась «Искусство театра». И в этой книге он просто рассказывает о том, как о технике игры. Вот, в частности, порой необходимо согнуться, чтобы показать почтение и умиление. В подобных случаях многие комедианты неверно ведут себя. Они имеют привычку сгибаться в поясе, держа при этом торс и живот совершенно прямо. Поскольку тело потеряет равновесие, если при этом ноги поставлены рядом, то ту, что чуть отставлены назад, они отставляют еще дальше, а ту, что впереди, немного сгибают в колени. Одну руку воздевают, а другую вытягивают вдоль бедра и играют целые куски в позе античной статуи, представляющей сражающегося гладиатора. Можно зайти в античный зал и посмотреть. Вот примерно так. Он не шутит. шутит. Если мы посмотрим на те картинки, которые у нас есть, зарисовки актеров в ролях, мы увидим, что действительно очень много преувеличенных жестов. Но это связано опять-таки с тем, что они на сцене, их жесты должны быть крупными, но, кроме всего прочего, жесты должны читаться публикой. И вот эта условная система жестов, она чрезвычайно была распространена. Это Лекен, но с другой актрисой. Или вот, смотрите, он правильно описывает, почти вот эта поза сражающегося гладиатора. Рикабани намеренно шокирует своего читателя. И действительно читатель был шокирован. Опять-таки для нас сейчас в этом ничего нет особенного, но его читатели возмущались о том, как можно устанавливать правила для верного расположения различных частей собственного тела. Это они йогой не занимались, да, но как бы вот это вот само писание о теле, это уже скандально. Сравнение, но однако, вот вы заметили, он сравнивает актера, играющего актера со скульптурой. Это не случайно. Это отчасти как бы такой контраргумент, да, что вот театр это не картина, театр это скульптура, да, потому что театр это трехмерное пространство. и скульптура как раз подчеркивает вот эту скандальную телесность актерской игры. Вполне логично, что при такой оптике Рикабани уделяет очень большое внимание немой игре, то есть пантомиме, немоим сценам, да, то есть это не то, чтобы пантомима стопроцентная, да, а это то, что делает актер, когда он не говорит, а говорит его партнер. ему надо что-то делать, и вот он должен отыгрывать происходящее, что и поэтому немая игра, это одно из самых сложных, как пишет Рикабани, немая игра самая уважаемая часть актерского искусства, и немногие хорошо ею владеют, пропускаю, чтобы добиться такого уровня экспрессии, хорошо иметь от природы резкие черты лица, движения которых легко различить. Необходимо, чтобы черты лица постоянно принимали тот намеренный характер, который им в этот момент подобает, но при этом не были натужным и не превращались в гримасу. Это часто встречающийся недостаток, поскольку все стараются играть лицом, и далеко не все актеры обладают этим талантом. Между тем, удержаться от гримас легко, и отсутствие преувеличенных выражений есть чисто механическая привычка. Опять-таки, механическая привычка. Верхняя часть лица должна играть постоянно. Рот и подбородок должны двигаться только при речи. Попробуйте перед зеркалом. Сложно. Как справедливо считается, глаза зеркало души, а потому именно в них должно отображаться все внутренние движения, для чего нужно, чтобы они обладали ярким цветом и живостью. И чтобы их было видно издалека и так далее игра лицом будет заметна. Актер путем упражнений должен обрести способность морщить лоб, приподнимая одну бровь и сдвигать брови, сильно опуская их. Складки лба под разными углами, под разным углом опущенная бровь и округленные или распахнутые во всю длину глаза создают разные выражения. Часть щек, находящиеся непосредственно под глазами, может немного в этом участвовать. Приподнимаясь или опускаясь, но движение это должно быть умеренным, поскольку оно легко становится принужденным. Что касается рта, то он должен двигаться только при смехе. Те, кто в моменты огорчения при плаче опускают кончики рта, это делает лицо сильно уродливым и подлым. Все эти способы выражения должны использоваться при речи, но я упоминаю их только в связи с немой игрой, поскольку им там отводится большее место, и они составляют ее основное достоинство. То есть, заметьте, то, что описывает Рикабани, это абсолютно работа художника, как экспрессии Лебрена, причем экспрессии, которые переводятся на язык с языка живописного, переводятся на язык упражнений. Делим лицо пополам. Вот эта часть верхняя двигается, вот здесь щека может двигаться. Попробуйте подвигать верхней частью щеки. Это опять-таки не такая странная какая-то вещь. Вот эта двигается, нижняя часть не двигается, потому что иначе это будет некрасиво. Лбом можете делать все, что угодно. Брови могут гулять как хотите, но рот должен только улыбаться. Все остальное, никакая другая мимическая игра ртом невозможна. То есть Рикабани в сущности относится к собственному, он сам актер, и он относится к собственному лицу как конве, на который он путем физических упражнений постепенно вырабатывает вот эти вот нужные выражения, нужные маски. И собственно, когда он играет, он воспроизводит этот набор заученных выражений. Дидро в основном, мы не знаем, читал ли Дидро книжку Рикабани. Он говорил, что не читал. Он об этом пишет, говорит, вот говорят, есть хорошая книжка, я ее не читал. Дидро был большой мистификатор, мы знаем это, и он очень много вводил читателей в заблуждение. Я подозреваю, что книжку он читал, потому что действительно очень многие его аргументы, они похожи на то, что говорит, пишет Рикабани. И он, да, ну вот еще вам немножечко из этих жестов, да, и физических пост, которые принимают актеры. Для, понятно, Дидро не актер, и он не пытается им быть, да, он не пытается диктовать актеру, каким образом он должен, что он должен делать с бровями, и каким у него должны быть глаза, но при этом он пытается описать, ну, как бы сказать, воссоздать саму общую, как бы общую работу актера. Вот что делает актер, когда создает образ. Это, кстати говоря, вот это вот Электра, да, и Клитемнестра, и госпожа Клерон, мадемуазель Клерон, она как раз играла Электру, и Клитемнестра, как вы видите, Греция, античная трагедия, панье, да, перья на голове, ну, и так далее, все остальное. Так вот, что делает, что делает Дидро? Он, судя, возможно, действительно, опять-таки, мы тут не знаем, он хорошо знаком с мадемуазель Клерон, и он в парадоксе об актере пытается описать ее технику работы. Опять-таки, насколько это правда, трудно сказать, потому что, ну, сама госпожа Клерон, она немножко по-другому это все описывает потом. Но, тем не менее, она для него, как и Дэвид Гаррик, становится таким идеальным примером. Сейчас, извините. Что может быть совершение игры Клерон? однако, проследите за ней, изучите ее, и вы убедитесь, что к шестому представлению она знает наизусть все детали своей игры. И, то есть, таким образом, она как бы повторяет ее, да? Несомненно, она создала себе идеальный образец, и сперва стремилась приноровиться к нему. Несомненно, этот идеал она задумала сколь можно более высоким, величественным и совершенным. Но образ этот, взятый ли из истории, или подобный призраку, рожденной ее воображением, не она сама. Будь он лишь равен ей, какой слабой и жалкой была бы ее игра. Несомненно, что сначала она только пытается, когда начинает играть роль, только пытается подняться на высоту своего призрака. Но потом, когда борьба окончена, она владеет собой, она повторяет себя без всякого волнения. Как это бывает в сновидении, голова ее касается туч, руки простерлись до горизонта, она душа огромного манекена, облегшего ее своим телом. Работа прочно укрепила на ней эту оболочку. Небрежно раскинувшись из шезлонги, скрестив руки, закрыв глаза, не двигаясь, мысленно следя за своим образом, она себя видит, слышит, судит о себе, о впечатлении, которое она произведет. В эти минуты в ней два существа, маленькая Клерон и великая Агриппина. Вот это вот, собственно, то, что я вынесла в название лекции «Привидение на сцене». Привидение на сцене – это актер в роли. То, что создается актером, это не он сам или не она сама, да, это вот некоторый фантом в французском тексте, говорится, по-русски переводят и как призрак, и как фантом, и как привидение, да, это нечто искусственное, выстроенное, причем нечто искусственное, находящееся не внутри актера, не в его душе, да, он не вживается в это. Это то, что облекает его. И последняя цитата, на которой я и закончу, собеседник, поскольку парадокс об актере – это диалог, собеседник Дитро говорит, послушать вас, так актеры на сцене или при подготовке роли больше всего похожи на ребят, которые ночью на кладбище притворяются привидениями, подняв над головой белые простыни на шестей и спуская из-под этого катафалка заунывные вопли, они пугают прохожих. Вот, да, актер – это душа огромного манекена, или это ребенок, у которого на палке, который на палке держит белую простыню и который из-под нее издает вот эти самые страшные вопли. это то, что находится внутри, а образ находится вокруг. И, как мне кажется, если вернуться к тому, с чего я начала, это именно то, чего не хватает Дидро в картине Ван Ло, потому что там есть театр, там есть изображение Клерон в образе Медеи, но там нет самого образа Медеи, там есть только портрет актрисы, и вот это вот Дидро абсолютно не устраивает. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Не могу как-то конкретно, наверное, концептуализировать свой вопрос, но вот есть такое ощущение просто непонимание того, что такое образ, потому что вот эти вот как раз утрированные такие фигуры, это тоже образ, и он просто ну обрастает вот этой шириной образа, который представляет не один человек, а много, и поэтому он вот такой вот тоже широкий, который вот ну буквально как вы показали, а здесь как будто бы Дидро говорит о индивидуальном образе, который должен представлять перед собой каждый отдельный актер, и ну вот я этого момента точно не помню, потому что читала давно парадокс об актере, но там он говорит вот есть англичане, есть французы, и у них соответственно тоже разные образы, и по-разному должны работать соответственно актеры, и вот ну можете как-то подсказать, есть ли все-таки вот этот момент с разницей между образом индивидуальным, таким, который мы себе представляем, и образом всеобщим, и как они входят в резонанс, вот эти образы, потому что образ актера, ну почему он все-таки входит в резонанс с моим образом, идеальным, который я себе тоже могу представить. спасибо большое, это вообще сложнейший философский вопрос, на который я, конечно, так вот содержательно может быть не отвечу, я могу сказать, да, что происходит, конечно, Дидро, судя по всему, требует невозможного, потому что его в идеале как бы актер утрачивает индивидуальность, то есть он действительно является некоторым таким полотном, на котором он сам, это дорежиссерский театр, на котором он сам рисует этого персонажа, который ни на кого не похож, он очень настаивает на этом, то что нельзя копировать кого-то, нельзя копировать само себя, это должно быть нечто другое, чего нет на свете. Насколько мы знаем о том, как реально играли актеры в театре в 18 веке, они все честно пишут, включая госпожу Клерон, что надо смотреть вокруг, как делают люди и повторять это на сцене, ну конечно в некотором таком более возвышенном виде. Насколько они тут откровенные, трудно опять-таки сказать, потому что помимо всего прочего существует актерская школа, где их учат, что вот когда горе надо делать так, когда обращаешься надо делать так, ну и так далее, и так далее. вот, вот этот конфликт между конкретным образом и образом обобщенным, он судя по всему не очень разрешим, во всяком случае вот в эстетике 18 века, и то, что, ну как бы сказать, что мне кажется интересным, ну никакого открытия тут нету, да, Дидро сам об этом пишет, его в живописи волнуют именно тоже такие образы с достаточной степенью обобщения, да, почему он так любит эта самая греза, да, и там все эти сцены, там я не знаю, ну с отцом-паралитиком, да, вот это вот то, что вы видели, да, это не конкретные люди, это не портреты кого-то, да, это обобщение, это типы, мы смотрим на картину и мы видим отца, мать, ребенка, там я не знаю, юношу, девушку, то есть некоторое обобщение, и он считает, что то же самое должно быть в театре, я думаю, что это невозможно, да, потому что все равно актер, он, ну как сказать, ну он физическое существо, он не может никуда от этого деться, да, и он все равно будет приносить свою индивидуальность, на которую, конечно, мы, судя по всему, и реагируем, если бы это была только абстракция, вряд ли нам это было бы так интересно, хотя есть любопытные театральные опыты на эту тему, но они гораздо более поздние, вот, поэтому, да, мне кажется, что, ну, отчасти парадокс состоит в этом, да, хотя, в парадоксе об актере много разных парадоксов, но один из возможных этот. Ну вот, да, как раз интересно просто, что вы приводили в пример отчаяние, которое ему кажется тоже таким правильным выражением того, что он хотел бы видеть на сцене, но при этом, ну, оно достаточно конвенциональное, то есть, это не, нельзя, смотря на эту картину, сказать о том, что это вот какой-то внутренний поиск там отдельного актера по тому, как выразить отчаяние, это вот такая очень, ну, действительно маска. Нет, это, ну, как бы сказать, это отчасти работы, ну, для Лебрена, это работа с физиогномикой, поскольку очень популярно в 17 веке, в 16 было искусство узнавать характер по строению лица, и с одной стороны это использовалось для того, чтобы как бы читать человека, да, вот там у него брови такие-то, значит у него характер такой-то, у него гноз такой-то, значит он гневный, у него уши посажены так-то, он подозрительный, там, ну и так далее, в общем, это гигантское количество разных различий было, но как бы другое, да, использование физиогномики было в том, чтобы спрятать свою индивидуальность, потому что если мы знаем, что там, я не знаю, высоко поднятые брови обозначают легкомысленность, мы будем держать их низко, чтобы нас не заподозрили в легкомысленности, да, то есть как бы тут это работало в обе стороны. Лебрен экспериментирует, как бы обычно это словесное описание, а он пытается создать вот такое действительно опознаваемые визуальные образы, они абсолютно абстрактные, они не изображают никакого конкретного человека, да, но вот глядя на них, мы можем опознать, что человек пребывает в отчаянии, или, да, мы можем изобразить на картине отчаяние, вот да, мы будем делать складки на лбу, мы будем, ну, чтобы так рот, да, это сложно, но, опять-таки, это некоторая маска такая, то есть, мне кажется, что тут показательно, что Дедро действительно начинает описывать базовую маску, связанную, ассоциирующуюся с эмоцией, а не саму эмоцию, да, то есть он мыслит действительно обобщениями. Здравствуйте, у меня на самом деле вопрос такого скорее больше театрального свойства, нежели конкретно о Дедро и вот этой ситуации. Вы сказали, что для театра этой эпохи характерно то, что актеры не отождествляли себя непосредственно с той ролью, которую они играют, то есть они как бы находились на некоторой дистанции. Но вот я помню, что в итальянской комедии Дель Арте, по крайней мере, я сошлю здесь на Дживелегово, о том, что актеры итальянской комедии Дель Арте именно что отождествляли себя с образом своей маски, то есть Пьеро это всегда Пьеро, Орлекин это всегда Орлекин и Коломбина тоже, и они, собственно, жили все время только образом одной этой маски, то есть эта маска была их судьбой, и они вроде как бы не сходили с ума от того, что всю жизнь они приписаны к одной роли. А вот вы упомянули, что все-таки все время отождествлять себя с одной ролью, это значит ну как бы несколько сходить с ума от этой как бы предопределенности. Спасибо большое. Ну тут на самом деле две разные вещи, да, с одной стороны я не говорю о том, что не говорю об истине в последней инстанции, да, я говорю о том, что думали в 18 веке. Нет, безусловно, актеры, французские актеры, они скорее старались доказать, что они испытывают те чувства, благородные чувства, конечно, которые они играют, потому что это их ну делает, возвышает в глазах публики, делает более привлекательными, как бы социально более приемлемыми. С комедией дель арта немного другая история, потому что ну это театр масок и то, о чем вы говорите, это немножко не столько идентификация, сколько узкая профессионализация, потому что эти труппы комедии дель арта, они, как правило, бывали семейные, это несколько родственников, две семьи, три семьи, в зависимости от количества труппы, которые играют по сценариям, да, они импровизируют, но учитывая, что сюжеты немножко меняются и нету, ну там, или частично только написан текст, который они играют, но вместо этого персонажи всегда одни и те же, да, то есть у нас мы привыкли к театру, где всегда новые персонажи, но есть письменный текст, по которому мы можем прочитать эту историю, в комедии Дель-Арта наоборот, персонажи всегда одинаковые, но разные, которые разыгрывают разные истории, актер всегда играл одну и ту же маску, то есть если, как правило, он ее наследовал от отца или от дяди или от кого-нибудь еще, если семейство, там, в семействе кто-нибудь играет Орликина, так они будут играть Орликина несколько поколений, пока там, я не знаю, не начнут рождаться одни девочки и придется перейти на Коломбину, передать Орликина кому-нибудь еще, то есть это династии и поскольку это импровизационный театр, импровизационный театр не значит, что они говорят от себя тину, это значит, что у каждой маски есть довольно большой репертуар реплик, сценок, там, я не знаю, каких-то латцы, каких-то вот таких часто немых сцен, отыгрышей и так далее, и так далее, то есть они, ну, как вам сказать, я не думаю, чтобы актер, играющий Орликина, считал себя Орликином, у него профессия такая, он всю жизнь играет Орликина, и, ну, судя по всему, это никаким проблемам с ментальным здоровьем не приводило, да, вполне они хорошо жили. Вообще, что актер сходит с ума на сцене, это, как вам сказать, это такой, ну, это такая страшилка некоторая, это, ну, в каких-то случаях это, возможно, происходит, ну, как бывает очень редко, что актер умирает на сцене, да, мы знаем такие случаи, но, в общем, их не очень много, но это вот такая театральная и культурная легенда, которая в 18 веке пользовалась, ну, достаточно большой популярностью, не то, чтобы кто-то сошел с ума на сцене, но вот эта идея, что если ты каждый вечер вживаешься в роль, ну, там, злодея или там, ну, даже не злодея, но принца Гамлета играешь, да, который, значит, понятно, испытывает эмоции, и каждый вечер ты должен начинать с одного и того же вот этого очень высокого эмоционального уровня, идея была, что если действительно актер так вживается в роль, то он должен в итоге сойти с ума, потому что невыносимо, да, выдерживать такое напряжение каждый вечер, и это был аргумент против вживания в роль, да, аргумент за то, что не надо вживаться в роль, а надо имитировать вживание в роль. Вот, это все, понимаете, это то, о чем я говорю, и то, что написано в книжках 18 века, это в основном теоретические рассуждения. Как там на самом деле актеры играли на сцене, это загадка, мы не очень знаем, потому что и актеры не умели это описать, у них языка для этого специального не было, они пользовались теми словами, которым подсказывали критики, и поэтому они тоже говорили, что вот я испытываю эти чувства. Что там они испытывали, на самом деле, не знаем. Вот, поэтому не знаю, вот тут как вам сказать, и то, и другое, и вживание, и отстранение от роли, это не столько реальность, то есть, наверное, за этим стоит какая-то реальность, сколько то, что нам рассказывают люди из 18 века, как они нам рассказывают о том, как играет актер. Мария Сергеевна, спасибо большое за лекцию и за дискуссию. Такой вопрос меня больше всего заинтересовало то та дискуссия вокруг театральности применительно к пластическим искусствам. Театральность с негативным знаком, как деланность, вымученность и так далее, или театральность как накал, драмы, наоборот, в положительном смысле. Мне интересно, я занимаюсь более поздним периодом и пыталась как-то это приложить на себя, просто такой опыт подсказывает, что это будет все время меняться, то одно будет казаться естественным и искренним, то оно же будет казаться в другой период деланным. Мне хотелось узнать, вот ваше мнение, да, это традиция какая-то, да, которая ведется от Дидро, вот развитие такой, в критике вот этих понятий, вот этого понятия театральности и какие важные точки, может быть, у этой традиции есть? Спасибо большое, очень интересный вопрос, я этим, это на самом деле это можно проследить, но я просто этим не занималась, насколько вообще употребляется слово там, театральность, ну, я читаю в русском переводе, там, я выверяла его с французским, потому что, к сожалению, старые наши переводы, они не очень терминологически согласовываются с тем, что на реальном Дидро написано, но вот это вот, там он пишет, это театральная декорация, это кулисная медея, медея де кулис, да, это там, то есть там самого слова театральность нету и кажется понятия еще этого нету, но это надо смотреть по словарям, но, как показывает опыт, я немножко занималась идеей чувствительности, вот это вот чувствительности актера, да, вот актер чувствующий, то, что у нас, да, школа переживаний или школа вот это изображение, вот представление, спасибо, да, вот, слово чувствительность в качестве описания того, что делает актер, появляется до Дидро, она появляется вот в этих дискуссиях конца 40-х, начала 50-х годов, там, Сент-Альбен и старший этот самый Рикабани, там, и вот целый ряд теоретиков об этом пишут, о том, что, каким свойством должен обладать актер, он должен быть чувствительным, для того, чтобы у него, у него нервы должны быть такими чувствительными, чтобы он, вот в него вливается роль, и он как бы становится его, и он потом это может отдавать обратно в зрительный зал, вот это вот. Что касается негативного отношения к театр, ну, как бы, к театральности, я подозреваю, что она присутствует постоянно, и что это присутствие, ну, вплоть до Руссо, до его письма, о театре, она в основном имеет все-таки религиозный оттенок, поскольку церковь осуждает театр, и у церкви, ну, как бы, у отцов церкви, у более поздних писателей, которые об этом пишут, есть разработанный словарь, которым это описывается. Вот что интересно, что происходит в XVIII веке, то, что этот словарь постепенно начинает апроприироваться, забираться себе самим театром, и они пытаются это переосмыслить как нечто позитивное. И вторая вещь, которая происходит, и тут вот Дедро действительно играет гигантскую роль, хотя не он это начал, описание театра как картины, и вообще вот эта техника табло, о которых я просто ничего не говорила, потому что, чтобы не уходить в сторону, она, конечно, тоже поднимает престиж театра, потому что у живописи уже достаточно высокий престиж. И театр, когда театр сравнивают с живописью, это значит, что театр искусства, а то, что театр искусства, это все-таки еще не очевидная вещь, то есть это, там, драматургия, это искусство, а вот то, что делает актер, это искусство, это, ну так, по поводу этого есть разные мнения, да, вот, поэтому, ну, для Дидро театральщина, конечно, это негатив, но, как бы тут надо смотреть это в комплексе, как используют другие критики, эти слова, не занималась, поэтому не могу сказать. Добрый вечер. Нет, тогда я задам вопрос, если все расходятся. Я просто немножко не совсем поняла ваш тезис по поводу чувствительности, чувственности, да, потому что, с одной стороны, вообще, как бы разработка понятия характера, она дана еще фиокрастом, да, то есть в его работе характера, ну, это чисто философская, как бы, вещь, которая мне там ближе, да, дальше, если взять Людовика XIV, того же эпоху, правильно, которая предшествует, всем известна разработка балетных жестов, которые используются и сейчас, ну, всем известно, клятва, я думаю о тебе, там, да, там, и никто не говорит, что это, ну, в принципе, это то, о чем говорил Дедро, что есть определенный набор жестов, то, о чем говорил, как раз, как раз, у меня скользнула фамилия вот итальянского актера, там, да, что есть определенный набор жестов, который дает зрителю возможность понять, о чем речь, и, по большому счету, ну, я сейчас как-то общалась просто вот больше с товарищами из Китая, там, да, они смотрят, например, вот на это очень утилитарно, я бы сказала, вот как некоторые говорят, что тяжело, допустим, учить китайский язык, я всегда говорю, что нет, в самом деле, вот вы видите знак, там, человечек идет по лестнице, в какой бы стране вы ни находились, вы понимаете, что это пешеходный переход, правильно? Точно так же и здесь, в какой бы стране вы ни находились, вы поймете, что, клянусь, там, думаю о тебе, те же самые жесты, да, они уверсальны, точно так же, как универсальны были вот эти, в предыдущем, вы показывали вот это отчаяние там, да, то есть это попытка каким-то образом донести до публики, может быть, даже не всегда искушенной, те чувства, которые они должны понять, то, что там чувственность актера, ну, не знаю, я очень как-то, общаясь с некоторыми товарищами, вообще, очень сильно я сомневаюсь в этой части, ну, конечно, нет, можно, конечно, рассказать, что, да, я чувствую и так далее, но, в самом деле, в большинстве случаев, это все-таки, у большинства актеров, как мне кажется, да, опять-таки, на моем сугубо личном опыте общения, это высвоится именно вот к таким клише, отработкам и так далее, поэтому, ну, кто сойдет с ума? Ну, вы знаете, спасибо большое, но дело в том, что, понимаете, ну, как бы Дидро писал в свое время и о своем театре, да, о театре своего времени, я не стала бы, как бы, ну, можно, можно читать его, как современного автора, и это делается, я, когда готовилась к лекции, я даже пошла, посмотрела на форумах отзывы о парадоксе об актере, и очень многие с вами соглашаются, пишут, господи, какой чушь он пишет, мне бы этого автора, я бы ему объяснил, там, ну и так далее, очень, очень трогательно на самом деле, потому что Дидро это писал в 1773 году, да, и все-таки то, что он писал, это до сих пор задевает и заставляет спорить, это была его цель, он специально пишет парадокс об актере, он специально провоцирует, он же мистификатор, он провокатор, он человек, обожающий розыгрыши, да, вот это в нем очень сильно, что касается, там, я не знаю, техники говорящего жеста, то как раз Дидро и многие другие драматурги, вообще деятели театра середины 18 века, они начинают бороться с условностью жеста, то есть, с одной стороны, они хотят, чтобы жест был узнаваемым, вот да, как отчаяние, но с другой стороны, они хотят, чтобы он не был так жестко регламентирован, чтобы становиться балетом, балетным жестом, и вот как раз то, что критикует Рикабани, да, вот когда там, вот все становятся вот так вот, да, это критика вот именно такого балетного жеста, который стал, ну, просто знаковым, и который актер, ну, как бы, ну, делает механически. Для Дидро, ну, как и для многих других, видимо, вопрос был в мире, да, то есть, как бы, вот в нахождении некоторого баланса между узнаваемостью жеста, потому что, он говорит, игра и вообще изображение не должно быть абсолютно оригинальным, он поэтому ненавидел карикатуру, потому что карикатура, да, это изображение, ну, в том виде, в каком он знал их, да, изображение черт одного человека, а он хочет, чтобы в этих, да, в изображении или в роли разные люди могли увидеть себя, а для этого этот образ, он должен включать разные элементы, и при этом оставаться узнаваемым, то есть, вот, да, вот это вот баланс самое сложное, потому что очень легко обозначить крайности, но очень трудно между ними вот так вот балансировать, что касается актеров, вы знаете, тут это, ну, кто-то играет так, кто-то играет по-другому, разные школы актерские, разные люди, вот, поэтому тут это трудно обобщать. Конечно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.